Слава Иисусу! Аллилуйя! Знаете, мы здесь прославляли Бога, и такая свобода была. И вы знаете, песня вот эта звучала, там где Дух Святой, там свобода. Знаете, это правда. Свобода от всякого давления, от всякого демоничного. Представьте, это когда вам никто ничего не мешает. Без Духа Святого нам все будет мешать. Нам будет мешать и заглушать Слово Божье разные другие источники. Но когда приходит Дух Святой, Он обрубает все. Он обрубает. Представляете, иногда мы просто не можем сосредоточиться, сконцентрироваться. И сейчас такое поколение. Сейчас поколение, которому трудно концентрироваться. Потому что ролики в Ютубе минута, 50 секунд, 30 секунд, 2 минуты. Понимаете? И все коротенько, и ты их просматриваешь много. И твой мозг, он не может объем полный охватить. Он берет и по чуть-чуть берет всего. И все такое по чуть-чуть. И все такое поверхностное. Много, но поверхностного. И ничего глубинного. Раньше человек берет книгу и читает ее. Он ее углубляется, ее только читает. И он там находится. Сейчас он смотрит это, новости, ролик. Посмеялся, потом еще что-то посмотрел. У него настолько мозг не может объем весь как бы обработать. И у него мозг переходит на такой сберегающий режим, чтобы не перегореть. Потому что очень большой объем информации. Человек смотрит в Ютубе или в интернете. И когда мы приходим к Господу, у нас то же самое. У нас выработался уже вот этот рефлекс. Мы берем все по чуть-чуть, и у нас такое в голове каша бывает. И вот почему нужен верующему Святой Дух? Он приносит свободу. Он обрубает вот этот весь хаос. Он обрубает суету. И он дает нам всецело просто воспринять от Господа. Принять жизнь, силу. И знаете, вот перед чем я буду говорить. Я говорил уже перед началом прославления. Что не важно, кто ваш враг. Важно, кто ваш друг. В Библии написано, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. А в мире этот дьявол. Он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Многих он уже схавал, съел. Но тот, кто в нас, он не может ничего сделать. Дьявол, враг этот, да, человеческой души. Он не может ничего сделать, потому что в нас Христос. В нас Слово Божье. Может быть, мы с виду выглядим, может быть, слабыми, или я не знаю какими. Но важно, что мы из себя представляем в духовном мире. Бывает, знаете, кокон такой красивый, а внутри ничего нет. Красиво одето – ничто. Имейте внутри себя жизнь. Имейте суть внутри себя. И Давид, он сказал, что Господь, в Псалме 22, Господь приготовил трапезу ввиду врагов моих. Знаете, на работе всегда такая шутка есть. Существует война войной, а обед по расписанию. Знаете, Давид, он понимал, о чем он говорил. И там могло… Посмотрите, Господь накрыл на стол, не просто там где-то далеко-далеко от проблем, а прямо перед врагами. И они на него смотрят, хотят ему что-то сделать. Но раз Господь накрыл, значит, Господь и охраняет. И он сидит, ест, смотрит на них, может быть, смеется над ними. Знаете, Илья смеялся над врагами. Он смеялся, прямо реально надсмеивался над ними. Когда они пытались к идолу взывать, он говорит, давайте громче кричите. И они начали себя резать, колоть. Но идол не может отвечать, только живой Бог может отвечать. Поэтому задумайся, не важно, кто твой враг. Сегодня столько зла в мире. Это не важно. Важно, кто наш друг. Иисус сказал, я не называю вас больше рабами, но друзьями. Потому что подружились. Не просто с бухты барахты ты стал другом Бога. Ты с Ним подружился. Ты принял Его любовь. Ты принял Его слова. Ты принял Его учения. Все. Вы пошли вместе. Аминь. Итак, тема проповеди будет называться активная вера. До тех пор, пока вы не нажали на включатель, в вашей комнате или в вашем доме темно. Темно. Может быть, и есть потенциал светить, электричество. Но вы не нажали на кнопку. И поэтому темно. Активная вера приносит жизнь и угодно Богу. Активная. Есть вера, на которую Бог отвечает. Есть вера, на которую Бог реагирует. Вы знаете, я говорил про Илью. Вот он вышел против 450 лжепророков. Пророков Ваала. Один. Он воззвал ко всему Израилю и сказал, решите, какому Богу вы будете служить. Живому или мертвому. И это был брошен вызов. Он один. Он верил Богу. Он был послушен Богу. И Бог ответил. Бог сделал чудо. Огонь шел с неба и эту жертву всю он сжег. Несмотря на то, что там была вылита вся вода, жертва была мокрая, вокруг был ров наполнился водой, Божий огонь все сжег. Настолько был реальный, четкий ответ. Но для этого, чтобы такой ответ приходил, кто-то должен верить. И Бог сегодня хочет поднять градусы нашей веры. Знаете, от нас не требуется поднять штангу в 500 килограмм. От нас требуется просто доверять Богу. Просто поразмыслить, мышление изменить. Мы остаемся такими же людьми, но мышление у нас уже совсем другое. Мы понимаем, что если Бог всемогущий, а я ему верю, а я верю всемогущему Богу, значит, будут ответы. А это и есть смысл веры. Именно активная вера соединяет духовную реальность с физическим миром. Именно активная вера, именно активная вера соединяет духовную реальность с физическим миром. Именно активная вера является мостом. Вы знаете, есть, скажем, река. Есть тот берег, есть этот берег. Ты можешь быть недалеко от обитованной земли, но тебе надо перейти Иордан. А для того, чтобы перейти Иордан, тебе нужна вера. Тебе нужна вера. Чтобы перейти Иордан к обитованной земле, тебе нужна вера. Тебе нужно сделать активное действие. Тебе нужно войти в воду. И тогда Иордан остановится. В самое полноводное для него время. Не тогда, когда лето все пересыхает, а именно в самое полноводное, когда Иордан выходит из берегов. Именно тогда Господь говорит тебе, иди и войди в Иордан. И тогда Иордан остановится. И ты сможешь перейти. Луки 11,9. Иисус говорит. И я скажу вам, просите, и да, она будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. То есть всегда, как бы, yes. То есть да. Когда на ваш поиск, на вашу молитву, когда она активная, когда в ней есть заряд, когда в ней есть вера, когда в ней есть послушание, тогда есть ответ положительный. Нету такого, что ты собрал все свои силы. Ты согласился верить Богу. А тебе говорят, нет. Нет. Нет и все. Нет. Нет. Слово Божие. Здесь Иисус говорит. Я. И я скажу вам. Здесь сам Господь говорит. Здесь не говорит даже апостол какой-то. Здесь говорит сам Господь, что просите, и да, она будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Господь говорит про духовный мир. Он говорит и про физический мир. Он также говорит и про духовный мир. Главное отличие активной веры. Иаков пишет, что есть вера мертвая. Вера без дел мертва. То есть если у меня есть вера и куча знаний. Я знаю Библию. Я много читал. Я много читал всяких переводов. Я много читал разных энциклопедий. Всего-всего-всего. Ну я могу иметь мертвую веру, потому что у меня нету дел. На мои молитвы не приходит ответ. Ну у меня вот такая голова. У меня куча знаний. Это крайность. Это крайность. У нас должна быть, если мы общаемся со всемогущим Богом, у нас должны быть ответы в жизни. У нас должно быть счастье, потому что он источник счастья. Аллилуйя. Главное отличие активной веры в том, что она говорит. Вот из всей проповеди. Из всей проповеди я могу выделить вот этот вот тезис, что активная вера говорит. То есть насколько христиан молчит, или насколько он говорит настолько, насколько в нем активность есть. Активная вера. Насколько он получил откровение. Насколько он пообщался с Господом. Насколько он наполнен. И что из него исходит. Вот это и показатель, какая именно в нем вера. Господь повелел Моисею отправить в обитованную землю 12 саглядатов, 12 шпионов, чтобы осмотреть ее. Это была фантастика. Это было то, что они увидели. Это была фантастика. Это запредельно было. Там, во-первых, такие стены мощные были. Люди были, великаны. Я слышал, не знаю, правда, неправда, что евреи были метр шестьдесят. А люди, которые жили в этой земле, были два тридцать. И даже больше. Два с чем-то. Два метра. Больше двух метров. Может быть, даже три метра. Там, где говорится о том, что этот был Голиаф. Он три метра был. Так что, может быть, даже и больше. Вот вы представьте. И там Бог тебе говорит, я даю тебе эту землю. Эту прекрасную землю. Где течет молоко и мед. Ты приходишь и видишь там просто монстров. Ты видишь там великорослых людей. Господь говорит, не обращай внимания. Ты смотри, это твоя земля. А как не обращай внимания? Мне показывают на какую-нибудь спортивную тачку и говорят, это твоя тачка. Я смотрю, к ней хозяин подходит, открывает, садится. Господь говорит, а не обращай ты внимания, это твоя тачка. Ну, представьте, какой у меня будет вообще раздрайв внутри. Что я буду думать? Господь говорит, ничего страшного. И знаете, Господь специально послал. Он сказал, из каждого колена выберите себе глав. Выберите. Чтобы они пошли и осмотрели, с 12 колен, да? Чтобы они осмотрели эту землю. И когда они ее увидели, они пришли в ужас. Их не положительное впечатлило, а отрицательное. Вот многих верующих почему-то их тянет к отрицательному. Как все плохо и как все ужасно. Но было два Иисуса Навин и Халяв. И они сказали, там чудеса. Да, там есть великаны, но они достанутся нам на съедение. Знаете, вот такие маленькие люди, метр шестьдесят, говорят, что вот эти великаны по три метра достанутся им на съедение. Ну, это ли не смешно? Не смешно, потому что они верили Богу. У них была активная вера. Представьте, из всего этого народа, из всего этого народа, только вот эти два и вошли в обитованную землю. Иисус Навин и Халяв. А остальные все вымерли и не могли войти. Итак, у верующего есть потенциал и есть призвание от Бога. Для каждого верующего существует обитованная земля. Если ты верующий, ты Божий народ. А когда Господь выводит народ из Египта, то есть из мира, из плена греховного, Он выводит, но куда-то должен везти. Переезд должен быть. Куда? В обитованную землю. И вот у многих людей есть эта обитованная земля, но они туда не могут войти. Почему? Потому что они решают иметь в своей жизни отрицательную веру. Они будут говорить, да, мой Господь, Бог, Он всемогущий Бог, Он может все. Да, земля, которую мы видели, она потрясающая. Но там великаны. И мы против них были как саранча. В глазах их мы были как саранча. И в наших глазах, представьте, в их глазах, они каким-то образом забрались в представление великанов и увидели глазами великанов себя. Немножко странно, но это так и было. И они говорят, мы в их глазах были саранчой. Да и в наших глазах мы были саранчой. Саранча, представьте, насколько это разница большая, если сравнить. Кузнечики такие просто по земле ползают. Вот такими они себя видели. Они не видели себя неадаптивно. Они как бы не соотносили себя с великим Богом. Они не имели как бы, знаете, связи с Богом. У них не было вот этого моста духовного и физического мира, который соединяет. У них был другой мост, который соединял их с Египтом. И они говорили, давайте себе изберем другого лидера, который отведет нас обратно в Египет. Фараон мертв, войско мертво. Давайте вернемся в Египет и будем жить там. Представляете, они не с Господом мосты строили, а с прошлым. А прошлое должно быть уничтожено. Не важно, каким оно было. Не у всех было, знаете, какое-то ужасное прошлое. У многих было прекрасное прошлое. Прекрасная молодость, прекрасные песни, прекрасная жизнь, много чего хорошего. Но тебе и хорошее тоже надо забыть. Тебе надо забыть этот лук и чеснок. Тебе надо перестраиваться на духовный мир. Иначе ты не сможешь войти в будущее. Ты не сможешь. Тебя прошлое будет держать. И многих прошлое контролирует и держит. Поэтому нам нужен Святой Дух. Он приносит свободу. Вот у них не было свободы. Они никогда, они вышли. Рабы вышли из Египта. Но они никогда не стали свободными. Физически, да, если ты на них посмотришь, да, они не в рабстве. Но в мозгах они были рабами до конца своих дней. И поэтому ни один из них не вошел в обитованную землю. Только двое. И всех вышедших людей, которым Бог клялся, что вы войдете в обитованную землю, они не смогли войти. Потому что у них была мертвая вера. Мертвая вера. Они видели все чудеса. Они видели, что о них Бог может позаботиться. И что не важно, кто твой враг, а важно, кто твой друг. Но все-таки их, знаете, они скатывались в отрицательное. Они скатывались в канаву негатива. И они роптали. А для Господа нет ничего хуже, если человек ропщет. Это неверие, недоверие Богу. Это как бы суд Богу. Посмотри, ты не смог позаботиться. Ты укоряешь уже его. Ты не жалуешься, ты ропщешь. Ты как будто уже делаешь заключение, что Бог плохой и не смог о тебе позаботиться. Люди, которые имеют активную веру, это люди, которые решили ее иметь. Это не те люди, которых Бог избрал и говорит, я награждаю тебя активной верой, сестра. Ты будешь активистка. Нет. Это сам человек решает иметь в своей жизни веру, которая будет нести результат. Иисус Марка 11 главе 22 стихе говорит. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горесей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что они скажут. Иисус перед этим поговорил с деревом, проклял его, и оно засохло до корня. И ученики удивились. Они удивились, потому что такой процесс, он быстро в природе не происходит, деревья не засыхают за одну ночь. Потому что они вышли, Иисус не нашел ничего поесть, проклял ее, и на следующий день они возвращаются. Ученики такие, вау, мы помним это дерево, мы помним, что Иисус что-то говорил этому дереву. Да, Иисус показывал им пример активной веры. Как вера действует? Она должна выходить через уста, со властью. И вот Иисус, он что-то такое сказал дереву. Они, может быть, не обратили до конца внимания. Они, может быть, подумали, ну, что вот учитель наш пристал к дереву? Ну, что оно плохое ему сделало? Что вот к дереву пристал? Они даже не понимали, что сейчас идет урок. И сейчас надо внимательно смотреть. Потому что, когда мама, орлиха, прилетает к деткам в гнездо и махать начинает крыльями, это сигнал. Это такой знак, что сейчас будем учиться летать. Сейчас будет полет. И вот когда мама несколько раз прилетает, прилетает, машет, машет крыльями, начинает гнездо все ломать, все удобства, и потом мама, орлиха, она учит своих орлят летать, готовит к жизни самостоятельной. Она начинает выкидывать их из гнезда. Что? Мама. Точно мама? Да, мама. Мама, которая любит своих орлят, начинает выкидывать их из гнезда. А для чего? Чтобы они сами научились летать, чтобы сами научились охотиться, чтобы жили по вере, даже как мама. И мама была маленькая. Ее мама, в свою очередь, тоже из гнезда в свое время, когда вскормила, уже вытолкнула. Почему? Время. Время летать. Не время сидеть с открытым ротиком. И ждать червячка. Время летать. И они не понимают, что происходит. Эти орлятки. Просто мама берет и вышвыривает орленка. Он просто кубурем летит, летит. И перед самой землей она подхватывает его. Не дает ему разбиться. А вот такое ощущение, что вот сейчас разобьется о скалы. Думаю, что же мама за экстремалка такая? Может, у мамы плохое настроение какое-то? Нет. Так Господь задумал. И это повторяется несколько раз. И потом они вспоминают. Понимаете? Они понимают, что опасность. Опасность разбиться о скалы. И они вдруг вспоминают, что мама делала вот так вот. Когда прилетала к ним, и просто перед ними стояла, и вот так вот делала. Крыльями махала. И там все, ветер такой создавался. Все перышки разлетались. Весь пух. И они такие, дай-ка я попробую так сделать. Хоп, 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 хоп. И орленок полетел. И потом такой радуется. Говорит, мамочка, люблю тебя. Почему? Мама сделала доброе дело. Но это доброе дело казалось вообще просто настолько нереальным, настолько злым или жестоким обращением. Ну, послушайте. Нельзя цыпленку помогать разбивать скорлупу. У него есть весь потенциал это сделать изнутри. Если ты поможешь цыпленку разбить скорлупу, он будет слабым. И он не выживет потом в этом мире. Поэтому он изнутри бьет. У него на носике есть такой этот нарост. И он клювом разбивает этот яйцо скорлупу. Сам все должен сделать. Так вот Иисус здесь говорит. Если кто скажет горе сей. А перед этим он говорит, имейте веру Божию. Они такие, а это как? Ну вот я вам показал как. Сейчас вот с деревом я поговорил. Я говорил так же, как говорил Бог, когда творил землю. У меня есть вера. Иисусу как человеку. Послушайте, на земле он жил жизнь человека. Адама. Только второго Адама. Господа с неба. Но человека. И он сказал, человеку нужно молиться. Человеку нужна вера. Скажите, а Богу надо молиться? Богу надо крещение? Нет, конечно. Нет, Богу не надо молиться. Но человеку надо молиться. Если Иисус молился, это доказательство, что на земле он жил человеческой жизнью. И ему, как ни странно, нужна была вера. И нужна была активная вера. И, к счастью, он ее имел. И все чудеса, которые происходили, благодаря активной вере Иисуса, которую он использовал. Он постоянно говорил. Вы в своей жизни. Может, вы не сильный человек. Может, не особо одаренный какой-то или особо умный. Но, если вы получите откровение, то начинайте его говорить. Начинайте говорить Слово Божье в свою жизнь. Несите позитив и соединяйтесь с позитивом. Соединяйтесь с позитивом. Не с отрицательным, но с положительным. Не смотрите, как смотрят 10 других человек. Будьте там, где двое. Будьте там, где двое. Потому что именно они были угодны Богу. Из всего народа, который вышел, только эти два человека вошли в обитованную землю. Только благодаря вере. А Библия так и говорит евреям, послание евреям, что они не вошли из-за неверия. Из-за неверия. Они не что-то плохое там сделали. Они просто не соглашались с Богом. Они не могли согласиться с Его мечтой, с Его проектом. У них свой проект был в голове. И Бог почему-то должен был поступать по их прими решение. Прими решение. Ведь ты же в Бога веришь. Ты не в какого-то обманщика веришь. Ты в Бога веришь. И с Ним все возможно. И с Ним у тебя все получится. То, чего у тебя нету, вообще не плачь. У Него это есть. Чего-то нету. Ха! Радуйся! Тебе легче будет. Почему богатый юноша? Он же хотел идти за Иисусом. Но у него что-то было. Поэтому, если у тебя ничего нету, о, тебе будет легче даже пойти за Иисусом. Легче. Тебе твое будет мешать. А когда ты идешь и говоришь, да мне вообще не надо ни о чем беспокоиться. Вот представь, ты едешь в отель. Например, это не отель. Знаете, я такое слышал, минус три звезды. А это, например, пятизвездочный отель. И когда ты туда едешь, тебе не надо думать с собой брать спальный мешок. Тебе не надо брать с собой еды. Ты такой думаешь, надо еду взять, какие-то бутерброды. Тебе ничего не надо брать. Там все есть. Там все есть. Там все шикарно. Так вот, Господь это лучше, чем пятизвездочный отель. Чего-то у тебя нету. Так и радуйся. Тебе все хорошее выдадут. Все новое выдадут. Новую одежду лучшую выдадут. Перстень выдадут. А как тебе доказать, что ты сын Божий? Обувь выдадут. Все выдадут. Так это и лучше, что у тебя ничего нету. Самое главное, что у тебя должен быть, это просто согласие с Богом, Господь. Что бы ты мне большое не показал, я согласен с этим. Потому что на это ты мне даешь разрешение, добро, силу и благодать. Аллилуйя. И чего-то у тебя нету. Все на небесах есть. Все в духовном мире есть. Заходишь, берешь оттуда и используешь это. Я повторяю. Для тех, кто прослушал. Заходишь в духовный мир. Берешь все, что тебе нужно. Все, что тебе Господь открыл, то и можешь брать. На твоем уровне. И используешь это. И не думаешь, что тебя Господь забыл, что-то лишил. Ты живешь в проблеме, что ты не живешь в царстве. Вот поэтому ты живешь в проблеме. Ты живешь, дорогой Адам, в проблеме, не зная, что тебе покушать. Потому что ты не живешь в раю. Тебе надо в раю положить. Тебе надо в раю положить. Да, но меня оттуда выгнали. А ты покаялся? А ты попросил прощения? Нет. Ну вот. А что тогда задаешь такие вопросы? Тебе надо попросить прощения. Бог-то Он добрый. Аллилуйя. Живите в царство. Иисус пришел и говорил о царстве. И когда Он собрал перед своей смертью 12 щенников, Он сказал, не бойся, малое стадо, ибо благоволил Отец Мой дать вам царство. Они такие, вау! Это все, что шло с Иисусом, будет идти с нами. Это все, до чего у Иисуса был доступ, будет теперь у нас доступ. Да? Это обитованная земля. Из 12, 2 входят туда. Вот такой отбор. Только те входят, которые решили. Не те, кого выбрали, а те, которые решили. И многие верующие решают быть с большинством. Я пойду туда, где большинство. Ты иди туда, где Бог. Аллилуйя. Будьте благословенны. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok